В этом году на 17 марта на первую неделю после первой седмицы великого поста приходится праздник, который называется Торжество Православия. Этот праздник, Торжество Православия, был установлен в IX веке после VII Вселенского Собора. До VIII века Святая Матерь Церковь колебалась различными ересями и расколами, но более или менее к VII веку ереси стали отходить на второй план, и вот в этот самый момент враг рода человеческого воздвигает одну, наверное, из самых страшных ересей, которая могла возникнуть — это отвержение икон, так называемые иконы почитания. Дело в том, что само икона почитания связана со Священным Писанием, еще в Ветхом Завете присутствует изображение архангелов и херувимов, и первые христиане точно также изображали и Господа нашего Иисуса Христа, и Божью Матерь, и других святых угодников. И свое самое первое изображение мы с вами получили от самого Господа Иисуса Христа, когда Он взял плат, полотенце, умылся, и когда Он отнял это полотенце от своего лица, то на нем изобразился, отобразился лик Христов. И вот в восьмом веке эта ересь, когда иконы начали рушиться, ломаться, сжигаться, и всех людей, которые монахов, священников, епископов, которые не хотели, противились этой ереси, начали ссылать в ссылки, потому что ересь захватила самые верхушки, то есть императорский дом. Началось это все с царя. И вот практически сто лет, практически вся вселенная, то есть весь цивилизованный мир был как раз объят вот этой иконоборческой ересью. И лишь только лишь после Седьмого Вселенского Собора, который создавала благочестивейшая императрица Феодора в 787 году, то как раз вот на этом соборе святые отцы установили и постановили, что ересь иконоборческую предать забвению, а возродить иконы почитания, и чтобы больше никакие ереси не тревожили православную Матерь Церковь. И вот это вот событие, этого праздника, как раз и попало на первую неделю Великого Поста. И вот с того самого времени, с IX века Матерь Церковь и вспоминает вот этот день, когда было восстановлено иконы почитания. И приходится оно как раз на первую неделю Великого Поста. В этом году, в XIX году, этот день выпадает на 17 марта. И поэтому этот праздник, это праздник не просто какой-то одной поместной церкви или какого-то человека, это праздник каждого из нас. Потому что благодаря вот этому Седьмому Вселенскому Собору, мужеству вот этих святых отцов, которые защищали почитание икон, мы сегодня с вами можем прийти в любой православный храм и увидеть святые иконы, приложиться к любому образу, увидеть, как выглядел сам Господь, как выглядела Божья Матерь, прийти и попросить помощи. Потому что без этого наши с вами храми были бы пустыми, а мы с вами молились бы, как и протестанты, на дырочку в потолке. Вот. Поэтому помоги всем Господь, Матерь Божья, помощи Божьей вам, потому что сейчас начинается уже подготовительные недели перед подвигом Великого Поста. И хотелось бы всем вам пожелать помощи Божьей, и чтобы каждый посильно, по своим силам, духовным и физическим, все-таки мог немножечко отдать жертву или дань Богу во время этого времени, во время этого подвига Великого Поста. Все, помоги всем Господь.